Всем привет! Меня зовут Егоров Алексей. Сегодня у нас очередной стрим по приему, и я решил сделать его не таким скучным с точки зрения рассказа про всякие технические сложности, про то, как устроена приемная комиссия, а немного рассказать о том, как менялись наши образовательные программы за последние два года и почему, в общем-то, они стали именно такими, какими вы сейчас их видите. Ну, естественно, чуть-чуть мы затронем очень же вытрепещущий вопрос, который называется «Текущая конкурсная ситуация». Какая-то она уже есть, но, скажем честно, ничего критического в ней нет, и каких-то предположений, гипотез на ее основании делать невозможно. Более того, спойлер. Смотрите дальше в конце. Есть гипотеза, которая подсказывает мне, что лучше раньше подавать документы, чем позже в университеты. Раньше мне казалось, что это не так значимо, но сейчас я на основании ваших вопросов явно понимаю, что те, кто подал раньше, находятся в преимущественном отношении по сравнению с теми, кто подает позже. Ну, а пока я расскажу о том, как меняются наши программы, почему они стали именно такими, на каких принципах они, соответственно, базируются. Поехали. Ну, собственно, бакалавриат и специалитет — это достаточно большой блок наших образовательных программ. Он занимает большую часть в Институте Институционных Кибернетических Систем. Он состоит из четырех крупных блоков. Это блок программной инженерии. Это направление, которое в основном изучает искусственный интеллект и анализ данных. Это блок компьютерных наук. Самая широкая и основная программа Института Институционных Кибернетических Систем. Основная в смысле содержащая очень широкий спектр основ информационных технологий, основ компьютерных наук. Ну и третий блок — это безопасность компьютерных систем или информационная безопасность. И, собственно, есть еще специалитет, который охватывает, который является таким тоже достаточно фундаментальным, но сосредоточивается на системах обработки информации и управления. Ну, то есть на комплексных системах управления. Вот есть таких четыре разных, но, тем не менее, достаточно схожих с точки зрения поступающих на первом курсе направлений. И, несмотря на то, что они как бы разные, у них есть ряд основополагающих базовых принципов, которые сформировались за последние несколько лет и которые мы продолжим развивать, потому что на самом деле существует много недостатков. Мы регулярно проводим опросы обучающихся, мы видим то, что обучающиеся говорят. Но шаг изменений и последовательность изменений, она все равно приводит нас к тому, что мы делаем изменения, смотрим, что происходит, делаем изменения, смотрим, как меняются студенты и так далее. Иначе можно очень быстро наломать дров. Ну, начать стоит с самого давнего периода, с нововведений, введенных в 2018 году. Но перед этим немножко о датах. Вот, на самом деле, как выглядит наша приемная кампания. ЕГЭ написаны. Результаты, ну, я знаю, что по-русскому уже частично объявлены. А вот, ну, то есть я на сегодня знаю, что часть людей знает, но в центральном регионе еще далеко не все знают. Ну, а математика и физика все еще впереди, хотя математика уже во вторник. Соответственно, возвращаемся к изменениям. Начинаем с 2018 года. Мы пришли к выводу и постулировали, что каждый из студентов должен иметь возможность для творчества за пределами общей программы. Это важно, хотя на данном слайде это не отражено, ну, потому что непосредственно мы, как институт кибернетики, не то чтобы не имеем отношения к этому изменению, но не являемся основными акторами. Мы не занимаемся социальной деятельностью или какими-то такими проектами. Но мы явно постановили и решили, что должны существовать кружки, студенческая активность должна развиваться в формате кружков или конструкторских бюро, и она должна быть добровольная для тех, кто хочет это делать. Каждый должен такую возможность иметь, независимо от того направления, на котором он обучается. Мы взяли и старые кружки, например, по основам цифровой электроники, это мой кружок, по спортивному программированию, это кружок коллег. Но в том числе и пошли на открытие достаточно большого количества новых кружков, например, отдельный кружок по сетев информационной безопасности, который тогда основал и вел Павел Пархомец. И огромный блок, который мы, в общем, реализовывали и предлагали всем, кто нас учится, это инженерная практика, это разработка софта, это компьютерное зрение, сети. То есть целый набор различных таких творческих программ для обучающихся. Собственно, это и сейчас сохраняется, все, что вот здесь перечислено, оно даже, так скажем, был соответствующий эволюционный шаг, который привел к более таким серьезным требованиям, накладываемых на студентов. О них я расскажу попозже. Но, соответственно, это очень положительный опыт для нас. Практически сразу мы смогли нарастить и количество участников различных конкурсов, соревнований. И отклик, и обратную связь от студентов стала более положительной, что ли, относительно того, как они учатся. Соответственно, каждый студент должен иметь эту возможность, и он имеет. Собственно, 2019 год – самый богатый на изменения. Первый блок изменений. Мы считаем, что образовательная программа должна быть построена по принципу 2 плюс 2, в соответствии с образовательными стандартами, которые мы можем использовать. Мы унифицировали все образовательные программы практически до идеального состояния, ну, как бы до максимума, который возможен в текущей ситуации. У нас существует два различных предмета за, сейчас я считаю, за 4 семестра два различных предмета на программах специалитета, информационной, информатики, ученики, техники и программной инженерии. То есть между ними два предмета, которые отличаются, которые придется доздавать в случае перехода, а там между информационной безопасностью и перечисленными направлениями компьютерных наук, программной инженерии, специалитет, между ними три различных предмета, потому что информационная безопасность более, ну, сильнее отличается с точки зрения требований к образовательным программам. Но, я скажу честно, это как бы реально разительным, это мало, соответственно, все, кто у нас учатся, имеют возможность переходить между направлениями и очередь на этот переход реально большая. Я реально знаю людей, которые, например, вот сейчас, да, там, хотел назвать конкретные имена, но не буду, вот есть парень, который переходит с программной инженерии на информационную безопасность, вы, кстати, можете с ним, нет, я назову, это Илья Ситофа, можете с ним пообщаться в дискорде приемной комиссии нашей, вот этот первый курс, он переходит. Я знаю тех, кто переходит и, ну, внутри, между направлениями, достаточно легко, короче, переходить. Тоже среди сотрудников приемной комиссии есть девушка Лера Бушуева, которая перешла с первого курса из Института Лапласа, то есть занималась физикой на специалитет на наш, потому что хотела больше заниматься айтишкой, наверное. Ну, мы как бы с ней это обсуждали, но в целом, я думаю, вы можете у нее попросить так или иначе отзыв какой-то, если хотите. В итоге, короче говоря, унификация является необходимой, чтобы у нас студенты могли переходить и выбирать, что, куда и как, потому что мы понимаем, что очень многое будет различаться после первых, там, пару лет обучения в сравнении с тем, как вы видели все в школе. Соответственно, этот переход возможен, он для вас, и мы эту унификацию сделали. Значит, следующий момент. Мы увеличили математику, уменьшили физику и отказались от химии. Это кажется странным. Да, физика все равно сохраняется. Если вы помните вот эту историю про 2 плюс 2, это важно, чтобы наши студенты, если что, могли выйти из Института Кибернетики и пойти, например, заниматься физикой, если они поняли, что они ближе к физике. Это очень важный принцип, которому мы придерживаемся. Поэтому физика сохраняется, но она уменьшена в количестве. Соответственно, те, кто переходит, им не нужно доздавать академическую разницу, связанную с физикой. Никаких проблем у них нет. Ну, понятно, отказ от химии, понятно, увеличение математики, особенно дискретной математики. Хотя и математический анализ и линейная алгебра все нарощено в количестве. Это необходимо. Я по своему примеру сужу весь анализ данных, все компьютерное зрение, которым лично я занимаюсь, это все представляет собой линейную алгебру. Самые базовые компоненты, самые базовые методы требуют знать, что такое собственные числа, собственные вектора, как это работает, знать геометрическую интерпретацию, то есть аналитическую геометрию, по сути, представлять себе. И настолько тесна, на самом деле, связь между математикой и программированием, что, междунастоящими причинами, между компьютерными науками, вот так, что на самом деле очень тяжело различить грань между программированием и математикой порой. Поэтому больше математики, меньше физики, но физика остается и отказ от химии. Ну и главное изменение 2019 года, ну и понятно, оно продолжается в 2020 году. Не буду рассказывать всех спойлеров, но, возможно, вы увидите в 2020 году один из, просто уникальный для страны формат организации проектной практики, а это воплощение принципа, что каждый студент, инженер или исследователь должен иметь свой проект внутри нашего института, так точно. То есть не может существовать ситуации, в которой у кого-то из наших студентов своего собственного проекта нет. Это важно, потому что, по сути, без практики никаким иным образом невозможно понять, а что вы учите. Невозможно сопоставить себя с окружающей действительностью. И достижение, ну как бы вот этого, вклад, появление этого формата, оно показывает и показало нам, насколько много преимуществ мы за счет этого получили. Вот ниже, вот вы видите, да, под чертой, я не переводил нигде на остальных слайдах никаких достижений, потому что это вклад в образовательную программу в целом. Вот у проектной практики есть отдельные достижения. Например, два десятка публикаций студентов первого курса, индексируемых в базе данных скопус, наукометрической. Это огромное количество, объективно огромное количество для студентов первого курса. Конечно, это не статьи из квартеля Q1 и не топ-1%, но это лицензируемые конференционные труды. И это значимый результат. Ну, есть такой более понятный, это семь стипендий, которые получили наши студенты первого курса. Например, четыре повышенных стипендии и практически первое место, ну не первое, там топ-30 место, там, например, одного из парней по науке, это очень много. Две стипендии правительства, одна стипендия президента. Все это, возможно, стало благодаря практике. Ну, или, например, совсем недавние достижения, две недели назад, или неделю даже, я уже запытался в сроках, неделю, мне кажется, да, назад наши студенты стали лучшими на Хакатоне, проводимом агентстве стратегических инициатив в рамках проекта ОСИ и World Bank о решении проблем, там, мировых с помощью анализа данных. Вот, например, это результат того, что у нас существует вот такая проектная практика. Главный принцип, как я уже говорил, у каждого должен быть свой проект, только тогда возможно, чтобы математика, физика, любые иные специальные и неспециальные дисциплины складывались в какой-то цельный базовый кусок, настоящий учебный план. Ну и, собственно, изменение этого года, это, ну, понятный подход, удивительный, если бы он когда-то не ступился. Мы меняем программирование, потому что очень часто, ну, и, в принципе, мы поняли для себя и увидели, вот, когда появилась проектная практика, вот, опять же, почему изменения следуют последовательно друг за другом, а не все сразу. Потому что, на самом деле, одно изменение показывает слабость предыдущего образовательного компонента другого, и они тянут друг за другом вот так по цепочке, по цепочке с собой изменения. Собственно, по сути, мы поняли, что уметь программировать мало, нужно владеть компьютерными науками, и это гораздо шире, чем просто программирование. Вот к данному ролику я подкреплю в ссылке ролик на решение задачи с окружностью и отрезком. Задача стоит так, надо найти пересечение окружности и отрезка, решить ее надо на питоне. И, в общем, там достаточно наглядно я показываю, что эта задача математически легко решаемая. Ну, вот, правда, она очень легко решается. Ну, первая, приходящая в голову мыслью, потому что я до сих пор держу в загашнике вторую, которую не записал, но она решает, как бы, ту же задачу. Вот первая, приходящая в голову мыслью, это решает задача, но питон не позволяет ее решить программно. В итоге получается, что мы точно знаем о некоторых пересечениях, но не можем их найти программно. И вот эта, ну, как правильно сказать, ситуация, что ли, которая, которую мы видим, она вынуждает нас менять курсы по программированию. Соответственно, в проект наших новых курсов вплетается и математический анализ, и аналитическая геометрия, и гораздо более нежные и трепетные отношения к числам и учителительной мощности. Соответственно, это будут курсы питон или си на выбор в зависимости от направления подготовки. Например, информатическая геометрия техника тяготеет к тому, что у них будет си целиком, и я поддерживаю это. А остальные смогут так или иначе, например, выбирать. Хотя, вот, мое личное, там, например, программа инженерии ближе к питон, потому что это анализ данных. Ну, то есть специфика программы такая, ну, по сути, что она требует анализа данных. Соответственно, вот изменение этого года именно такое. Конечно, существует и ряд более мелких, или, с одной стороны, мелких, с другой стороны, более точечных изменений. Например, целиком переделанная программа по информационной безопасности в прошлом году. И, как бы, такое изменение, его невозможно осветить вот в рамках такого рассказа. Лучше слушать отдельный блог про информационную безопасность. Мои коллеги записывали. Это достаточно популярный ролик среди всех наших роликов про программы. Наверное, один из самых популярных, самым большим спросом пользуется именно ролик про информационную безопасность, на котором коллеги подробно рассказывают о том, что они изучают, как и почему, и как они к этому всему пришли. Вот, собственно, такой блок про изменения. У него есть резюме. Собственно, вот оно. Каждый студент должен иметь возможность для творчества за пределами образовательной программы, неважно, социальная, но или инженерная. У вас должна быть возможность переходить между программами 2 плюс 2. Должна быть возможность и должна быть обязанность делать собственный проект. Без проекта ничего не получится. Должно быть больше математики, меньше физики. И, собственно, уметь программировать мало, а нужно владеть компьютерными науками в целом. Вот так. Такие изменения случились за последние годы. Ну и про конкурсную ситуацию. Значит, как я уже сказал в начале, у меня был спойлер о том, что лучше подавать документы заранее, потому что вот эти люди, которые сейчас подали документы с потенциальными БВИ, они будут внушать вам страх. Они будут вас пугать. Вы будете говорить, нет, нет, а если я подамся и не пройду, о, господи. А вот если бы там было ваше БВИ и кто-нибудь вместо вас смотрел на эту программу и такой, господи, господи, сколько людей из БВИ. В общем, он бы тоже боялся и не ходил на эту программу. То есть и таким образом складывается достаточно забавная ситуация, что, по сути, эти цифры ни на что не влияют сейчас, но все их уже смотрят и говорят, о, нет, только не это, это ужасно. Огромное количество людей, они чего-то хотят, они что-то подают, хотя это копеечные вот вообще цифры. Они ничего не значат, ничего не означают, как бы я на них сейчас не смотрел, как бы не пытался интерпретировать. Текущая конкурсная ситуация ничего не значит. ЕГЭ по математике неизвестна, ЕГЭ по физике неизвестна. Количество поданных заявлений примерно эквивалентно 25 июня прошлого года. То есть, как бы, приемная кампания, по сути, еще не началась. Но уже есть заявления, они уже вызывают у вас испуг. И получается, те, кто подали раньше, берут те, кто подают позже на испуг. Вот такая, на самом деле, альфметика этого процесса. Поэтому мой вам совет, несмотря на все такие какие-то уверения, которые существуют в интернете, подавайтесь раньше. Поверьте, вы будете отпугивать от этих же мест других людей. И в итоге это приведет к тому, что у вас будет больше шансов поступить. Это тонкая арифметика. Наверное, я никогда ее не освещал раньше. Но вот до сейчас, вот в этот период дистанционки я отлично это понял. Поэтому мой вам совет, подавайтесь раньше. Как связываться с приемной комиссией? Не я у МИФИ. Ну, вот просто. Раньше, кстати, я обращал внимание, обратите внимание, было только три контракта. Вот сейчас есть четвертый, Инстаграм. Мы готовы с вами общаться в ВКонтакте, в Телеграме. У нас собственный канал. Мы готовы общаться с вами на постоянном сервере в Дискорде и в Инстаграме. Подписывайтесь на нас, следите за новостями. Подписывайтесь на канал Ютуба. Ну, понятно, что здесь его нет. Потому что в этот ролик вы, скорее всего, будете смотреть на Ютубе. И до встречи в НЕОМИФИ. Подавайте документы, подавайте их раньше. Мы вам очень рады. Надеюсь, вы нам тоже. Если у вас есть какие-то вопросы по изменениям, пишите мне в личные сообщения. Они доступны через группу ВКонтакте или в Телеграм-бота. Мы вам все ответим, в том числе и я лично. Спасибо вам большое за внимание. И до новых встреч. И особенно до встречи в МИФИ.